60 серия предрассветные краски доброе утро, друзья! сегодня получилось не спать с 3 до 6 но вот на рассвет я встал все равно и уже кто-то тоже сидит на берегу но у меня тут кофе чуть не улетел только что от ветра ну что, приятно отогреваться на солнце буквально первые лучи и уже совершенно другое настроение уже можно снять перчатки сегодня действительно не спалось в 3 часа я проснулся просто как выспанный уже знаете, просыпаешься и не можешь заснуть но зато плодотворно поработал и даже иду к финишу Израиля как раз редактировал немного свой старый текст по Швили-Исраэль и давайте будем загибать пальцы надеюсь, скоро что-то получится но скажу честно побережье Андалусии встретило не очень хорошо голые скалы совершенно неприятно идти потому что дорога нет троп и к тому же усложняется тем, что вообще-то отвесные скалы на краю море и по карте то же самое когда я дойду до Малаги наверное, там только что-то будет интересное но опять же все по факту по мере поступления вопроса спалось тепло на траве и собрался я сегодня до рассвета ну в принципе, как обычно но сегодня даже еще раньше почему? потому что нашел табличку что штраф 500 евро и думаю почему же все кемперы встали вот здесь видите, целый город а буквально чуть дальше никого нет но зато была прекрасная лужайка из травы ну и не сезон к тому же и я там разместился было тепло, уютно и хорошо не жалею нисколько так что сейчас буду уже выдвигаться магазины закрыты открываются только после 10 ну супермаркеты из 9 но надо в торговый центр сейчас попасть зарядить батареи но с 10 кажется открывается посмотрим прохладно если бы было хотя бы градусов на 5 теплее ночью вот ночь меня больше всего интересует вот на 5 градусов было бы теплее было бы лучше но приходится мириться иметь то, что есть прекрасный сегодня мягкий рассвет не драматический но уютный и впервые такое вижу это пляж для людей с ограниченными возможностями и сделан специальный душ-сиденье все максимально продумано для обеспечения равных прав и возможностей и тадам если вас поражала бесплатная зона самообслуживания в Меркадоне то от этой зоны для упаковки подарков в Керрефур вы тоже будете в восторге как и я и автомат для тех у кого накапливается много монет обмен евроцентов на купон которым вы можете расплатиться прямо здесь в магазине настроение великолепное это один из самых красиво украшенных торговых центров даже название у него шикарное Гранд Пласа вот так происходит зарядка для ноутбука у меня нет пауэрбанка его заряжаю только с помощью розетки тот редкий момент когда кофеек не из оранжевой чашки сижу заряжаю батарею в проекте все свои ну и пока наслаждаюсь красотами торгового центра смотрите какая классная елка здесь возле ребят заряжался сказали но проблем заряжайся друг вижу у них надпись халяль значит здесь приготовлено все в соответствии со всеми мусульманскими традициями заряжался до часу дня еще не завтракал выпил только чашечку кофе так что жутко голодный сейчас задачи вкусно и полезно покушать и пройти еще сегодня намеченные около 20 километров это порядка четырех часов так что искать место для лагеря традиционно придется в темноте ничего не поделаешь мусульманскими от кого я здесь спрятался так от трех мощных быков посмотрите иду-иду а тут Пласса де Торос правда я не знаю проводятся ли какие-то кориды сейчас о, четвертый ну давайте посмотрим что там за объявление афиша красавчик что-то было а что будет я не знаю надо изучить вопрос прочитал прочитал что периодически здесь проходят бои быков и музыкальные концерты круглая арена вмещает почти 8 тысяч зрителей здесь выступали даже некоторые прославленные маркадоры Испании и обедать я буду тут же на Пласса де Торос красивое небо я приятно поел ну и посмотрите что за несправедливость ну вот как ни шаг то какое-то нарушение уже и здесь нельзя готовить вы представляете я тут только что сковородочку жарил с рисом прям не знаю с нарушитель на каждом шагу вот такие несимпатичные места и сплошные теплицы как мы видим аж туда к горе идут ввысь поэтому мне нужно пробежать это все быстро что я и делаю на что я и настроен собственно говоря да они симпатичные сегодня места рабочие такие ну и куда без таких мест они тоже есть грязненько грязненько пыльненько ну что поделать ну не чистенько но поэтому и нет бака сортировки мусора выбирай любой дружок лишь бы донес сюда наверное самое симпатичное в этом всем это небо серое вот такой мой ход вдоль теплиц угар с дороги и бесконечный поток чернокожих велосипедистов бесконечный просто с теплиц у меня уже эта дорожка ассоциируется только с ними сегодня пятница как оказалось скорее всего это время совпало с концом рабочего дня просто бесконечный поток между полями теплиц располагаются какие-то маленькие городки поселки сейчас я в одном из них и это какая-то даже отдушина видеть дома разные они теплицы но я вам хочу сказать что просто задыхаюсь воздух очень тяжелый скорее всего это от теплиц что-то жгут стоит над долиной смрад дымка и такое есть да и такие районы а как вы думали только виллы проходить все это составляет одно целое все это Испания и тут глаза в небе смотрят на меня вы тоже их видите это вырос маленький парк среди всей этой технической действительности поэтому я решил показать именно вам с этой стороны со стороны пальм но небо сегодня действительно красивое и все эти краски появились только после захода солнца посмотрите какие нежные линии красотища невероятная здесь вообще контраст причем по кругу не только со стороны солнца но и по всему небу краски появились а была целый день серость прекраснейший закат невероятный сегодня закат я просто снимаю и снимаю переснимаю потому что каждую секунду меняются краски сейчас вообще разогрелись теплые драматические контрасты ух тащусь просто подарок к концу дня мой путь продолжается по велосипедке все я умер от красоты как же красиво как я рад что у меня есть заряд и все работает и аудиосистема и все это я смогу вам передать особенно вот этот кусок мне нравится теплые холодные оттенки и как всегда темнокожий друг фелис наведат фелис наведат счастливого рождества итак друзья мои новости из палатки на 61 дне беспрерывного путешествия по прибрежной Испании в общем сегодня был полный сюрреализм такая фантастическая картина которой еще не было у меня я вообще переместился в совершенно в другой мир это были сельскохозяйственные поля грязь бесконечные поселки и просто сплошной поток темнокожих мужчин на велосипедах и на электросамокатах то есть такое ощущение складывалось что я где-то просто в стране где одни мужчины темнокожие ну и грязь конечно это добавляло такую какую-то перчину знаете такую после морского воздуха свежего к тому же над этими бескрайними полями теплиц распространялся такой едкий дым гарь то есть где-то жгли какой-то мусор не знаю что-то выжигали просто над долиной стоял смрад и все это сопровождало меня в течение дня в общем был трэш такой я выдохнул наверное на закате когда действительно сумасшедшие красивые краски залило всю округу потому что весь день были серые тучи прохладно но я видел что вот на закате будет классно потому что такие высокие перистые облака которые как раз должны быть яркими и так и получилось солнце зашло и только после того как оно зашло все это начало так гореть просто красотища ну и после того как я закупился вот встал на окраине городка Элехида и посмотрим вот шумит трасса рядом я практически на кольце стою в кустах на траве ну классное место конечно настил хороший но посмотрим надеюсь что никто меня не потревожит до утра утра покажет ну в целом все нормально так что 61 день закончил на позитиве в отличие от самого дня то есть на подъеме сейчас все до новых встреч спокойной ночи если вам тоже нравятся приключения ставьте лайк и подписывайтесь на канал а также поддерживайте финансово и становитесь ангелами пути